Глава региона поблагодарил митрополита Исидора за весомый вклад в сохранение стабильности в регионе и укрепление духовной жизни кубанцев. Я хотел бы, конечно, поздравить еще раз с именинами и сказать, конечно, сегодня важно для всех понимать, что русская православная церковь, кубанская митрополия, и вы лично вносите огромный вклад в духовно-нравственное воспитание. Главное – молодежи, того, что сегодня есть в нашем народе, самое ценное и, конечно, самое главное – это будущее. И нельзя не отдать должное вашему личному примеру служения нравственным ценностям, духовным ценностям, которые изначально тоже лежали в основе жизни нашего народа и тех жизненных побед, напряжения всей истории нашего государства российского. Под вашим аммофором кубанская митрополия остается стабильной, она строит новые церкви, новые храмы, отрывается воскресные школы. Когда молодежь приходит в храмы и остается в них, это очень хороший показатель того, что мы уверенно смотрим с точки зрения нашей духовной составляющей в завтрашний день, уверенно, благодаря вашим молитвам и трудам на нашей кубанской семье. Спасибо вам большое, Венимир Иванович. Благодарю сердечно. Более полувека назад Николай Кириченко, так в миру звали митрополита, принял новое имя в честь святого во время своего монашеского пострига. Священномученик Исидор жил в 15 веке, был священнослужителем в городе Юрьеве и во времена гонений на православие предпочел мученическую смерть вместе с паствой и не отказался от своей веры. Уже почти 40 лет митрополит Исидор является главным духовным лицом Кубани. За это время в регионе открылись сотни православных приходов, восстановленные многие храмы и монастыри. Продолжение следует...